привет вы мне конечно поставили сложную задачу сказав чтобы я снимал влоги каждый день до нашей поездки но это очень тяжело потому что для длинный рабочий день но все равно я попробую раз два три дня выкладывать какие-то видосики сегодня у меня есть дела помимо работы отправить вот эти клавиши победителю плюс я списался с человеком который выиграл тушенку я думаю что выходные мы встретимся я лично все передам и засниму вам и надо будет еще заехать отправить шторки которые нам не подошли для тачки а чувак он нам в ответ отправит ну для нашей модели это конечно уже не актуально потому что в автопутешествие мы не поедем ближайшее время напомним у нас очень скоро поездка в таиланд я к углу к видосу подпишу сколько дней осталось еще в ближайшее время мне нужно будет заменить международное водительское удостоверение я буквально сегодня достал и увидел что 18 10 2022 года они закончились и я уже заказал новые то есть за выдачу попросили 1120 рублей в понедельник ну куда-то на тушенскую я поеду и заберу уже обновленное и плюс еще мне пришла смс к что готова карта мтс union pay вот ее я тоже хочу забрать вот такие микро дела у нас еще ребята есть главная задача это выбрать отель пока не могу определиться с пляжем где же мы будем жить это ката корон на равайя может быть потомка по поводу тачки хотел сказать что я оставляю маме и что классно у меня вот этот автозавод он работает вообще в любой точке мира то есть мне нужен только интернет поэтому какой-то операционки для мамы я ну так скажем не сгенерирую таиланде просто 1 месяц буду заводить для того чтобы она прогревалась и аккумулятор не садился и все что мама прокатиться конечно сейчас поедем сделаем какие-то организационные дела отправим клавиши ты наверное поедешь когда в екатеринбург да я встречусь с этим чуваком и отдам ему две банки надо было смотри такое солнце взять все-таки ндшник и проверить его то что сейчас я вообще себя не вижу еще очень круто что скоро не нужно будет надевать да вот это все никаких шапок теплых ботинок кем бы еще достал блин и считай через неделю ну ты достал я сначала тебя достал потом ты их достала в итоге я не ворчал было правда скользко у меня есть видео подтверждение как я чуть не ебнулся блин и потом еще сколько моментов было ты помнишь я дверь машину открыл и такой сейчас видишь тут почище снег новый не упадал а ты видишь тут песок давненько я не показывал свою жену к этим не приготовила тут пита на гриле зеленая гречка пару яиц это сало и немного помидор я про тут уже чуть-чуть подгрызть а потом уже включил камеру и вообще мы в целом молодцы потому что все сделали шторки отправили клавиши отправили и я получил карту не буду палить ее номер она как бы вот такая красненькая андрей ежов дебетовая до 10 32 года работает union pay от мтс банка вот в такой симпатичной коробочке это все дело отдается все легко и просто подаете заявку платите 5000 рублей и через несколько дней забираете поэтому если отправляетесь в азию используйте этот способ плюс послезавтра мне еще приедет газпромовская карта я опять же говорил что просто хочу себя обезопасить и иметь так два платежных инструмента от разных банков а еще мне пришло подтверждение в понедельник я 16 40 по моему или 17 40 пойду и заберу еще одни международные права вот это просроченные которые чуть ранее показывал поэтому очень классно что быстро получается все сделать я немножко запереживал потому что до поездки осталось но по сути полторы недели и думал ну мало ли там в гаи какой-то сейчас загруз но его нет я еще такой ругал озон то что они не вовремя не доставили адаптер для щеток а сегодня пришло письмо можешь забирать но это уже не актуально у нас там будет с тобой пи секс я тебе возьму honda еще вот с круглой парой забыл как он называется раньше помнил это знаешь из серии не снова забыл а бог он да скупе точно вот он прикольно тебе подойдет он легенький клевенький и самое главное не мощный чтобы ты там не разгонялась под 150 есть поэтому он не боится мне доверять но тут по поводу опыта еще знаешь немножко мне тяжеловато сейчас представить что там левостороннее движение придется опять заново привыкать потому что именно вот мотоцикл или какие-то мопеды я быстро научу чувствовать потому что я уже не пробовала кататься и все все классно получается мне нравится но вот именно на дороге с плотным сильным движением я никогда не оказывалось одно дело на бетонке ездить да по пальцу где просто машин нет я конечно хорошо чувствовал мопед я гоняла там машин практически не было в таиланде будущие левосторонние движения и куча байков но кто был в таиланде прекрасно знают что это такое за движение броуновская я бы назвал это таван конечно удивительная страна айкест нельзя стоит дорого все это дело потому что привозят полулегальным путем пачка 300-400 бат стоит поэтому курить там айкос пипец как дорого при этом разрешена марихуана это конечно вообще супер удивительно и на всяких тусовочных улицах можно курить колья зато айкос нельзя не знаю что с этим делать это единственное у меня отдушину так скажем просто расслабиться на балкончике покурить айкос это прикольно хотя ни к чему не призываю ну а мы с катюшкой идем в элбер сазон у тебя помада а у меня фиговина ну короче вот этот адаптер для щеток сейчас заберем потом в тачке подойду ее почищу чтобы вечером этим не заниматься ну так спорте все же говорят что я спортом не занимаюсь хоть машину почищу вот когда сазона начинаются с утра на вечером что-то у меня уже сил не хватает может на пукете чуть-чуть начну я на самом деле удивлен в элберисе столько вообще народу то есть пруд без остановки я там вообще ни разу жизни ничего не заказывал одни женщины я помню единственный да там представитель мужского пола стоит ну это я с тобой как бы как сопровождающий не знаю я труселя оффлайн покупаю а ты прям знаешь да юля так делает сашки трусишки купает там носочки да я ничего не буду говорить меня они смотрят будет потом получилось вообще неудобно немножечко то есть мы подготовились зиме эти щетки взяли кучу одежды накупили вообще в итоге это нам все нахрен не нужно лучше бы не тратили деньги и потратили их на таиланд по-хорошему ну ладно все равно может поедем в какой-нибудь автопутешествие зимой ну следующей зимой допустим не ну даже не зимой мы можем и летом куда-нибудь поехать они нам все равно пригодятся просто можно было потом инвестировать эти деньги ну как бы эти шторки всегда продаются это не уникальный товар а уж зимние щетки так вообще они мне летом не нужны потому что они дубовые ребят я наверно знаете как сделаю его ввезу люстики на обратке кому-нибудь продам наверняка нужен будет потому что таких запросов на и косвят в группу нашел достаточно много и стики покупают и устройство но стиков у меня конечно не останется скорее всего за такое длительное пребывание их буду покупать какой-то неадекватной цене но буду поэкономнее так скажем поменьше курить вот тачку мы почистили поставили сейчас еще кучу мест уже темно практически хотя время 4 часа 13 минут а в таиланде катюш у нас с тобой будет закат 630 каждый божий день по поводу девайсов и все спрашиваете что же я с собой возьму я вам сейчас покажу свою коробочку с которой всегда мотаюсь у меня на самом деле все очень и очень просто но эндэшник который я купил показывал тут ничего интересного это ирпод со вторые тоже с собой возьму ну и вот тут самое интересное тут у меня терабайт на жесткий диск это kingston xs 2000 тут у меня оффлайновые так скажем не bluetooth наушники через обычный миниджек который я подключаю компу потому что удобнее монтировать они не садятся ну так быстро как эти и не нужно заморачиваться эта тряпочка для того чтобы протирать экран и камеру тут у меня эндуро батареечки то есть я взял вот такой комплект тут две штуки шло и зарядник он через обычный тайп си заряжается сама зарядочка ведь и даже еще не распакованная тоже проводов у меня нового это крепы гоупрошный картридер через тайп си ну и тренога вот от манфрота манфрота извините белого цвета то чтобы статичные кадры какие-то с ним все не больше ничего не нужно плюс беру сам компьютер практически ничего не весят весь этот комплект все понятно сколько грамм ну 500 наверное 600 вот андшник тоже вот сюда потом так вот хоп и все а я забыл упомянуть что 860 его я тоже собой возьму на трабайках будет на всякий случай уже тоже очень очень людьми чё ребятам нет немножко горло до заболела я сейчас граммите пью уже полегче очень хорошо мне помогает он с анестетиком не знаю почему-то одна половинка вот тут заболела ну давайте отвечу на какие-то ваши вопросы вы тут не надолбили несколько я зачитаю и по отвечаю на них расскажи почему перестал общаться с паши насти я на самом деле не перестал я помню о них и обязательно до них доеду если ность паш смотрите меня обязательно встретимся я не знаю почему так получается сначала я бездельно там плана лета ездил в сочи еще куда-то автопутешествие вы все видели а потом я хотел к ним заехать но чуть все не получалось потом с работой заморочился и сейчас мы опять улетаем в таиланд вот все время нет времени я понимаю что это возможно оправдание но так или иначе сразу к ребятам я очень хорошо отношусь теплотой помню люблю целую вот дальше вы говорите что хотите остаться на три месяца я слышала что там можно только 45 дней а потом надо выехать это так с надо виза ран сделать какую-то соседнюю страну доехать ну а потом уже нужно опять вернуться вроде как два раза это окей а на 3 они уже ну так косо смотрят следующий вопрос а испытательный срок на работе кончился да он длится три месяца и я все прошел все успешно андрей ты почему перестал есть плов искусил это раньше его очень часто ела сейчас даже холодильнике не видно такой достаточно странноватый вопрос просто я от него устал он мне надоел наелся слышал что хотят запретить работать удаленно до слышал но вроде как эта история несостоятельна и тут скорее не вопрос а просто предложение хотела посоветовать виллу своего родственника он тоже москвич проживает в таиланде постоянно на длительный срок его отсутствие сдает свою виллу чисто за оплату коммуналке по факту и присмотр за жильем но это панган к сожалению если вы был букет с удовольствием еще бы заплатил сверху